Для всех, кто загрустил о минувших новогодних праздниках и встречах в дружеском кругу, у нас есть прекрасная новость, продолжается масленичная неделя с 16 по 22 февраля. А вот 23 февраля, День защитника Отечества, придется встречать уже с постным столом. И именно с этого дня начинается в нынешнем году Великий пост. Но до него еще будет прощенное воскресенье, а еще раньше блины на сырную седмицу. На Руси принято гулять на масленицу так широко, как душа пожелает. Однако, правильно ли это? Ответить на этот вопрос нам поможет руководитель информационного отдела Казанской епархии и романах Филарет. Доброе утро. Доброе утро. Надо сказать, что масленица, если я не ошибаюсь, это ведь языческий праздник, правда? Но тем не менее, понятия поста и понятия масленицы, как-то вот они неразрывно связаны. Почему так получилось? Действительно, масленица – это праздник языческого происхождения, но с приходом христианства он наполнился новыми смыслами. Вот у нас среди подготовительных недель к Великому посту есть такая неделя сырная, которая сейчас продолжается. Поэтому вот по названию мне где-то может быть близки, но вот ряд тех мероприятий, которые люди традиционно на масленицу стараются исполнить, они все-таки не православного языческого происхождения. Например, сжигание чучела. Никакого отношения к вере, конечно, не имеют. Хорошо. А с точки зрения христианства тогда как нужно проводить эту последнюю неделю перед постом? У нас меняется уже самое богослужение в эту неделю. Мы не совершаем литургии в среду и пятницу, мы начинаем постные богослужения. Они более сдержанные, но между тем торжественные, конечно, и с полной покаянных чувств. Поэтому вот последняя неделя для нас это подготовка к миру с самим собою и к миру со своими ближними. Поэтому неделя заканчивает с прощенным воскресеньем. Вы наверняка смотрели фильм Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Помните, как там масленицу показывают, да? Народ гуляет, веселится, много вкусной еды и так далее. Есть, кстати, пословица «Не согрешишь, не покаешься», правда? Вот как вы на это смотрите? Никита Михалкова фильм действительно замечательный и хорошо рисует такую картинную русскость. Да, вот эти вот гуляния. Мне кажется, что крайности, к сожалению, очень часто для нас являются определяющими. Вот если гулять, так уж вот с возлияниями, с трапезой сабильной, а уж каяться так вообще, чтобы ничего не вкушать, в этом вы правы. Вот эти крайности, в принципе, в христианстве должны избегаться. Нужно всегда искать вот эту вот золотую середину, или такой средний путь, золотой путь его называют по-разному. А что касается вот «не согрешишь, не покаешься», конечно же, это взгляд, который не соответствует самой сути христианского учения. Ведь мы стараемся всю свою жизнь становиться лучше. Нам действительно есть над чем работать, и опять уж раз пословица, нет предела совершенства. Мы вот к этому совершенству стремимся. Поэтому согрешить, чтобы затем каяться, для нас совершенно необязательно. И не нужно. Вот такой механистичный подход к христианству искажает самую суть его. Тогда давайте поговорим о том, как правильно, во-первых, нужно подойти к первой постной неделе, которая начнется с 23 февраля. И как провести вот эти первые дни правильно? Вы знаете, сейчас по какой-то неведомой мне причине совершенно среди православных христиан в том числе распространено мнение о том, что в первые дни совершенно запрещена любая пища. И вот несчастные люди, особенно те, которые ходят на работу, они полностью ограничивают себя в еде и уже к среде чувствуют и физическую усталость, и изнеможение, и молиться-то с трудом у них получается. Для нас ведь самый центр поста находится в молитве и в доброделании, то есть в милосердии. Поэтому и начинаем мы Великий пост с богослужения всегда. Первые четыре дня мы вечерами собираемся в храмах, совершаем чтение Великого Покаянного Канона, одного из самых замечательных произведений церковной литургики. И затем в среду и пятницу мы совершаем литургию прежде священных даров, где все верные собираются, чтобы выразить свое единство с Господом. И затем уже в субботу и воскресенье это дни послабления в посту. Неделя заканчивается праздником торжества православия, поэтому некие послабления в том числе и в еде позволяются. Для тех, кто только начинает поститься, я, наверное, посоветую выбрать какую-то одну добродетель себе или поставить одну, может быть, маленькую цель, но которую вы действительно достигнете. Знаете, есть такая замечательная традиция, например, за дни Великого Поста прочитать Священное Писание. Вот поставить эту цель и к ней идти. Если кто-то ощущает возможность в себе, он может завязать с какими-то вредными привычками. У меня, например, мой папа, будучи курильщиком со стажем 38 лет, вот лет 10 назад, как раз был Великий Пост, он бросил и больше вообще не курит никогда. Достойный пример. Ну да, и вот как-то вот такими действительно шагами нужно начинать. Очень опасно, знаете, сразу решить, я буду поститься, молиться, вот, вкушать этого не буду, этого не буду, с этими общаться не буду, и к концу Великого Поста, когда ты уже в изнеможении, никакой радости не ощутишь. Нужно очень равномерно идти к празднику Воскресения Христова. Спасибо большое за то, что вы пришли. Я поздравляю вас с грядущим постом, и надеюсь на то, что ближе к его окончанию мы с вами обязательно увидимся и продолжим эту тему. С удовольствием. Спасибо. У нас в гостях был руководитель информационного отдела Казанской епархии Романах Филарет. Новое утро продолжается.